МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Грандиозный скандал разгорелся между ключевыми союзниками НАТО. Французские власти теперь ставят под сомнение прочность дальнейшего сотрудничества. Чем же обернется этот раскол внутри Североатлантического альянса? А всего три месяца назад, собираясь в свое первое европейское турне в статусе президента Соединенных Штатов, Джо Байден называл главной целью этой поездки укрепление НАТО и восстановление американо-европейских связей, весьма подпорченных его предшественником Трампом. Я хочу, чтобы Европа знала, что Соединенные Штаты вернулись. Кульминацией европейского турне Байдена стала встреча Большой Семерки в Британии. И пока на саммите звучали декларации о дружбе и партнерстве, за кулисами Джо Байден вместе с британским премьером Борисом Джонсоном втайне от других европейских лидеров обсуждал архитектуру нового военного альянса. Соединенные Штаты, Австралия и Великобритания уже давно являются верными партнерами, а сегодня мы стали еще ближе. Главная цель этого альянса – противостоять России и Китаю в Тихом океане. В Евросоюзе этим партнерством крайне недовольны. В Брюсселе не исключают, что это первый шаг к альтернативному НАТО без союзников из Старой Европы. Соглашение такого рода не было состряпано позавчера. Это занимает время. И несмотря на это, нет, с Евросоюзом не посоветовались. Это снова заставляет нас, и сейчас подходящий момент напомнить об этом, задуматься о необходимости поднять вопрос о стратегической автономии ЕС. Это еще одно доказательство того, что нам нужно существовать самостоятельно. Пять лет назад Франция заключила контракт с Австралией на строительство 12 подводных лодок последнего поколения. В Париже это соглашение называли «контрактом столетия». Его стоимость оценивали в более чем 50 миллиардов долларов. Французская Навальгру приступила к работе, а на прошлой неделе Австралия внезапно отказалась от французских подлодок. У нас возникли серьезные опасения касательно того, что субмарины класса «Атак» не отвечают нашим стратегическим интересам, а окончательное решение, как мы ясно дали понять, принимать будем, исходя исключительно из наших национальных приоритетов и интересов нашей обороны. О разрыве договора, как утверждают источники в Елисейском дворце, французам сообщили всего за несколько часов до официального заявления. А контракты на строительство австралийского подводного флота уплыли к новым стратегическим друзьям. Мы открываем новую главу в нашей дружбе, и первой задачей этого партнерства будет помочь Австралии приобрести флот атомных подводных лодок. Я подчеркиваю, что подводные лодки, о которых идет речь, будут оснащены ядерными реакторами. Имели место ложь, двуличие. Было серьезное нарушение доверия, пренебрежение и предательство. Так что дела между всеми нашими странами идут не очень хорошо. Это означает, что наступил кризис. Франция пошла на беспрецедентный шаг. Из Австралии и Соединенных Штатов отозвали послов. Господин президент, кричат вслед Байдену французские журналисты. Вам есть, что сказать президенту Макрону? Вы вообще собираетесь с ним разговаривать? Выразить озабоченность европейским партнерам в сложившейся ситуации США отправили постпреда в ООН. У хороших друзей бывают разногласия. Но такова природа дружбы. Поскольку вы дружите, вы можете в чем-то не соглашаться, но при этом продолжать работать вместе. Спустя несколько дней после начала скандала с подлодками Джо Байден и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. После этой беседы Макрон решает вернуть французского посла в Вашингтон и согласился встретиться с Байденом. Предварительно это произойдет в конце октября. В то же время Франция пока категорически отказывается от контактов с австралийскими властями и возвращать своего посла в Канберу не собирается. В дипломатических кругах утверждают, в Париже не готовы мириться со второстепенной ролью, отведенной вчерашними союзниками. В данных обстоятельствах Европа в целом и Франция в частности вполне могут примерить на себя столь знакомую Украине роль, заложницы чужих геополитических интересов. Вот и сейчас ни Евросоюз, ни члены НАТО не спешат защищать интересы Франции, рискуя поссориться с Белым домом. Я задал очень прямой вопрос Байдену по поводу нашего членства в НАТО и когда это может случиться. И что он вам ответил? Он ответил, дословно я не помню, но основной посыл речи был в том, а мы говорили долго, около 20-30 минут, он сказал, я думаю, вы должны там быть, но это решение зависит не только от меня. Этот разговор с Байденом произошел во время визита Владимира Зеленского в США в начале сентября, а уже три недели спустя грянул резонансный скандал с французскими подлодками. Это далеко не первый кризис внутри НАТО, но в большинстве случаев подобные ситуации стараются решать за закрытыми дверями. А вот публичная ссора партнеров по Альянсу свидетельствует о том, что североатлантическое партнерство в его нынешнем виде трещит по швам. О смерти мозга НАТО французский президент Эммануэль Макрон заявил еще два года назад. Тогда главой Белого дома был Трамп, который очень скептически оценивал перспективы Евроатлантического Альянса. И во Франции уже тогда заговорили, что Европе необходимо создавать собственные силы коллективной безопасности и не особо рассчитывать на союзников по ту сторону Атлантики. И вот сегодня в Европе прямо говорят о необходимости новой концепции оборонно-политического партнерства. Не зацикливаясь исключительно на НАТО, Киеву, возможно, стоит последовать этому примеру и задуматься о новых формах безопасности и новых союзниках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова